Вы приступаете к прослушиванию стимулятора скрытых резервов организма. Для того, чтобы пробудить ресурсы подсознания, вам необходимо прослушать эту запись до конца. В течение прослушивания вы пройдете следующий алгоритм переживаний. На первых минутах вы будете ощущать расслабление. В середине записи у вас активируется состояние раздражительности, которое в конце прослушивания трансформируется в состояние активности, делового настроя и повышения общего тонуса организма. Начинаем сеанс психостимуляции. Регулярно выполняя предлагаемые упражнения, вы усилите свою способность управлять резервами организма. Проверьте уровень вашей способности контролировать себя. Чувствуете ли вы разницу температурных ощущений в своем теле? Что теплее, правая нога или левая рука? Не раньше, чем услышите звук голоса, определите ваше ощущение в мочке уха. На что похоже ваше настроение и как реагирует на него ваше тело? Напряжено оно или расслаблено? При достаточной проницательности вы можете отметить участки тела с большим или меньшим напряжением. Найдите их. Оцените окружающие вас звуки по высоте и громкости. Отметьте наиболее громкие и тихие. Выделите звонкие и глухие. Расчлените свое восприятие на составляющие. Расчлените свое восприятие на составляющие. Вспомните, где вы слышали первый раз эту фразу. Владеть собой значит владеть ситуацией. Прочувствуйте смысл ощущений сказанного. Если вы обратили внимание на себя, то вы уже начали процесс овладения самоконтролем. Вы начали раскрытие скрытых резервов организма. Вы уже начали процесс овладения самоконтролем. Вы начали раскрытие скрытых резервов организма. Вы уже начали процесс овладения самоконтролем. Вы начали раскрытие скрытых резервов организма. Размер до 5000 insertion. Размер до 500 номер optического расслабления, ijo. Я знаю, что у меня есть тайный помощник, и он где-то в моей вселенной. Он помогает мне, он исправляет, показывает сны и рождает идеи. Он в моих глубинах, это и есть я, только в иной форме. И часто прислушиваясь к себе, я замечаю, мы вместе с ним двигаем жизнь. И уже сейчас я узнаю его и ощущаю эту поддержку. Теперь спокойно, естественно, начинайте сосредотачиваться на мыслях о своей воле. Перестаньте думать о том, что вам надо делать. Чего мне хотелось бы больше всего сейчас, кроме существующей необходимости? С удовлетворением отпускаю мысли в этом направлении. Отпустите свои мысли в этом направлении. Вспомните несколько событий из жизни, в которых вы действовали максимально эффективно. Вспомните несколько событий, в которых вы действовали максимально эффективно. Продолжение следует AB2. esso люди следует... Они всплывают сами, без участия Сознательных усилий, пусть это будет, как во сне. Заново проживаю их в своем уме. Заново проживаю их в своем уме. Заново проживаю их в своем уме. С удивлением обнаруживаю общий внутренний настрой во всех этих ситуациях. На что был похож внутренний мир, психологический настрой в этих ситуациях? Как работало восприятие? Каким образом выделялось главное? Каков был тонус мышц тела? Сознательно или неосознанно доверяю себе выделить несколько общих признаков для тех состояний. Поблагодарите себя за проделанные внутренние действия. Начинаю процесс приближения к себе. Воссоздаю свое состояние таким, каким оно было в эффективных ситуациях. Расслабьте и напрягите соответствующие участки тела. Вспоминаю соответствующие образы. Образы. Вспоминаю, о чем обычно думаю в таких ситуациях. Каким воспринимаю окружающий мир? Как двигаются мысли? Что и как я отбрасываю и на чем сосредотачиваюсь? Начните использовать вашу волю для преодоления препятствий, мешающих вашей мобилизации. Ваши мобилизации. Доверьтесь себе. Пусть ваше подсознание начнет этот процесс и будет продолжать его, и вы будете помогать ему. Ваше внутреннее мышление научит вас сосредотачивать мысли и чувства, выделяя главное. Заметьте это. Тело учится спокойно расслабляться и мобилизироваться. Мобилизироваться. Восприятие готовится к управляемому состоянию действительности. Состояние действительности. На что это похоже? Проверьте, насколько вы старались, выполняя эти упражнения. Если после этих упражнений вы заметили малейшее изменение своего состояния, то искренне поздравьте себя. Вы можете дальше совершенствовать управление собой. С каждым разом оно будет все более и более эффективным. Порадуемся тем трудностям, которые нам предстоит преодолеть. Я учусь чему-то новому. Преодолев проблему, становлюсь другим. Умея действовать по-новому, значит по-другому. Я уже сам другой. Легко представить будущее, когда это уже разрешилось. Находясь впереди, смотрю назад и удивляюсь. Как это раньше мне в голову не приходило. Решение рядом. Оно просто и эффективно. Просто и эффективно. Каждый раз, думая об этом, я вспоминаю о том, что такое хорошее и приятное настроение. На самом деле хорошее и приятное, бодрое настроение. Мои чувства работают на меня. Светлеют мысли, обозначая конкретные образы. Мысли становятся ясными, четкими, выделяя конкретные образы. Мой жизненный опыт начинает подсказывать необходимые действия и их порядок. «Не обязательности и силы приятные». Странно, но я ощущаю, что даже помимо моего сознания, внутренний мир и я начинаем приходить в активную гармонию. Желание надежды Память о состоянии радости Успешно используемая воля Благодарность, одобрение Чувство радости Успешно используемая воля Благодарность, одобрение Воля Успех Желание добиться цели Успешно используемая воля Успешно используемая воля Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...